И так, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагер, и сейчас мы продолжаем играть в наш хард ачивмент, и по-моему, немножечко темнеет. Да, начал я серию, когда уже темнеет, это и плохо, и хорошо, и я даже не знаю как. В общем, в общем, в общем, напомню, чем мы занимаемся, мы выполняем разные ачивочки с нашей любимой игры Майнкрафт. И кажется, что перед началом серии ты съел зомби, но почему-то когда-то исчез. Зомби, зомби, ты где, дружище? Он не мог загореть в воде, но очень странно. Давайте поставим файкл, я уже такую серию ставлю файкл, чтобы ночью наши растения росли. Да, вот так вот. Что ж, у нас тут появились яички, можно их собрать, соберем яички. И вернемся к нашим ачивкам, к самому главному, я считаю. Давайте посмотрим, что у нас осталось из-за чевочек. Так, алмазы, мы выполним достижение алмазов. У нас есть еще достижение стук колес. Проехать в вагонетке более 0 километра за раз. Для этого мне нужно много-много-много вот этих дорог железных. Пока что у меня их нету. И как бы не очень к этому стремлюсь. Алмазовая, скиньте алмазы другому игроку. Я поясню, что если вы играете в одиночном режиме, можно кинуть их к любому мобу. И он обязан их поднять. То есть, это задание мы сейчас выполним, когда наступит ночь. И в самое пекло построить порталват. К этому у меня тоже есть стремление сейчас. И заклинать или собрать стол зачарования из взяной книги алмазов. Все это выполнимо. В принципе, я думаю, не за одну серию. Но вполне в скором будущем. Так, кожа у меня есть. Я могу построить книгу. И у меня есть тростник. И я могу построить книгу. Все верно. Давайте-ка сделаем листки бумаги. Листки, я сказал, бумаги. Вот так, листки бумаги. И соберем их. Нет, возьмем сначала немножечко кожи. Кожи. О, господи, прикиньте. Человеческая кожа. Ну, ладно, мы возьмем немножко кожи. И сделаем книгу. Насколько я помню, она делается именно вот так. Отлично. Положим ее. Она нам еще пригодится. А что нам еще пригодится? У меня были ведра, кстати. Ну, давайте одну возьмем. Она нам тоже понадобится. Давайте-ка сделаем не компас. Тут у меня есть компас. Но давайте замутим карту. Она будет повеселее, я думаю. Чистая карта. Вот она у нас. Чистая карта. И... Опа. Вот наш дом. Да? Вот наша карта. И вот много деревьев. Вот все вокруг вращается. Вон там даже на карте есть наш курятничек небольшой. Вон он там показан. Наша небольшая водичка. Все замечательно. Карта у нас занимает почетное последнее место в наших вещах. Да. Что у нас есть? Мы можем выложить ненужные нам вещи. Я думаю, что это будет ненужная роза. А вообще, в идеале, нам нужно сделать еще один сундучок. Потому что уже, как правило, местечко-то у нас скончается. Нам нужно больше места. Давайте его замутим сверху. Ну, типа, сверху мало места используется. И поставим его сюда. Думаю, вполне уютненько и красивенько. Так, давайте-ка выложим сюда. Нам понадобится один алмаз. Остальное мы можем пока выложить. Лазурит нам не нужен. Это, 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 это. Это, это, это. Это не нужно, не нужно. Это вполне себе. Ага, вот, нам это еще пригодится. Это не нужно. Это, это. Это нам нужно. Яйцо мы можем, думаю, выложить. Стекло тоже выложим. И это выложим. Ну, таким образом, у нас осталось все самое только нужное. Так, давайте-ка попробуем выполнить еще одно задание. Довольно-таки давнее, древнее. Мы попробуем убить вот этого злого-злого скелетона. Да. Попробуем убить его со расстояния 50 метров. Это как бы много. И надо будет постараться. И пошел дождь. Да, дождь, это не весело. Тем более, в такой дождь, пасмурный туман и дождь, я думаю, к сожалению, мы сильно ничего не сделаем. Но мы наверняка сможем дать какой-нибудь зон алмаз. Ох, да. Тут не было видно на самом-то деле. Тут надо быть гораздо аккуратнее, чем кажется. Потому что ни черта не видно в такой темноте, в таком тумане. Ну, что ж, это вполне нормально. Но давайте мы посмотрим в зомби, быстренько скинем его алмаз и побежим домой, домой. Вот скелет у нас. Но я не думаю, что тут будет расстояние в 50 метров, чтобы его аж убить так далеко. Слушайте, я не думаю, что алмаз поднимет скелет. Но, как говорится, зомби, раз есть скелеты, значит, где-то недалеко есть зомби, ты с улицы. Так. Я ничего не вижу. Просто ничего же. Прям ни черта не вижу. О, господи. Овечка. Овечке не нужен явно мой. Овечке явно не нужен мой алмаз. Так. Я не вижу его. Он прятался, что ли? Трус. Так. Я вижу полка. Паук не нужен мне. Привет, дружище. У меня нет желания с тобой сражаться. Никакого. Абсолютно. У меня даже меча нет, чтобы с тобой сражаться. Я просто хочу найти... О, зомби. Я слышу зомби. Зомби, мой друг. Зомби, дружище. Ага, привет. Зомби-житель. Ага. Даже так. Зомби-житель. Иди сюда. Вот, дорогие друзья, сколько у вас много. Вы что, все сходите? Да? Ага, вот все. О, зомби поднял алмаз. Мне надо быстренько выбросать отсюда, иначе меня убьют. Меня убьют, меня убьют, меня убьют. Черт с тем алмазом. Главное не умереть. О, хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, хо-хо-хо-хо. Я не знаю, как я выжил, но это было сильно. Меня чуть не убили. Вот в такие моменты я уже начинаю немножечко бояться этой игры, чтобы меня не убили. Я ведь играю на харде. Напомню, что после смерти я окончательно проигрываю. Ну что ж, я, наверное, не смогу поспать, да? Ясно. Придется. Придется. Ой, мой алмаз, смотрите, он дружелюбный. Решил вернуть алмазик. Что ты себе позволяешь? Нахал. Он меня ударил через дверь. Это было как минимум обидно, я бы сказал. Ну что ж, давайте намутим новый меч, палочки и опять же новый меч. Вот так. Теперь у нас есть железный меч. И мы будем их надевать и забирать наш алмаз. Отвечите, пожалуйста, алмаз. Все? Все, все, взошли? Вот и у Мады пришел отдать мне алмаз. Ну что ж, я, в принципе, не против. Ну ладно, придется нам отбиваться от всяких мобов. Мобы, мобы. Привет, ребят. Ну, тюкучи, мой хорошенький. Нет, я убил свое растение. Нет, как я теперь буду за этим жить? Я убил его. Я его убил. Это плохо. Кто мне бьет? О, чуть-чуть. Окружение это не есть. Хорошо, я сломал из вас грядку. Ух, заразы. Из вас грядку сломал. Убить. Убить. Рядка. Тихо. Мне кажется, я с ним так не справлюсь. Они все прибывают и прибывают. А грядку все ломается и ломается. Ну, пойдите мне поспать, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ребятки. Пойдите мне поспать. Ага. Тут нападают пауки. Замечательно. Замечательно. Ну, ребят, вас тут не хватало, а? Отмечаю. Вот зуб даю вас. Мне было и было все плохо. А вот вы пришли и стало все замечательно. Ладно. Я не знаю. Чувак, прости, но я думаю здесь щетерить. Мне до тебя не добраться. Даже с первым ударом. Ну, ладно. Давайте попробуем вернуться и все-таки поспать. Я думаю, это хорошая идея. Ахаха. Эта идея-то хорошая, но неосуществимая. Ведь рядом кто-то все равно тасуется. Так. Ладно. Ладно. Окей. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас ничего нечего есть. Нам нужно много карт, по-моему. Чтобы не заблудиться, чтобы не потеряться. В этом квадрате я же точно не потеряюсь, а в других вполне возможно. Так. Блин, надо вернуться и поправить огород. Я не могу так смотреть на это. А еще у меня полностью закончилась еда. Ну, вот что нас печалит у меня. Полностью закончилась еда. Так, так, так. Леечка. Я не знаю, зачем нам сидеть. Сидеть. Молодцы. Так. Давайте-ка соберем грядочку. Тут пособираем опыт. Опыт. Винилый кот. Все хорошо. Так. Что у нас ночью? У нас ночью ничего абсолютно веселого. Еще идет дождь. Так что, думаю, что это время можно пропустить паузой. Так. Знаете, что я решил замутить, пока идет дождь? Я решил замутить железную дорогу. Почему бы и да. И вот так у нас получается. 48 рельс. И давайте сделаем вагонетку. Вот у нас еще и вагонетки. И как только наступит день и пройдет дождь, мы построим вот эту вот железную дорогу прямо туда. Там, где... Да. Ну, вы поняли. Можно еще сделать немножко... Немножко железной дороги. Такой, знаете, типа... Типа, йоу. Типа, крутая. А у меня не осталось палочек. К сожалению. Можно сделать крутую железную дорогу. Вот так она делается. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Нет, с одной стороны. Я уже подзабыл. Чуток. Она делается с одной стороны. И мы можем сделать три палки с красным свечением. Да. Вернем нашу редстону на место. И все. Теперь подождем, пока закончится дождик. И я не знаю, откуда сделать выезд. В принципе, будет неплохая идея делать выезд из дома. Почему бы и да. Так что давайте-ка. К сожалению, кровать мне придется перенести. Я думаю, дать ее наверху, а быть, поместим. Всегда хотел спать на втором этаже. Там более круто, мне кажется. Так. Спать возле... Хочу. А почему бы и не сделать в этом дву... Мы можем делать дверьку. Да. Мы даже делать ее не будем. Мы ее просто возьмем. Здесь дверька одна. Поэтому мы поместим туда дверьку. И будет типа как такой балкончик с дверью. Замечательно. В принципе, мне не хватает вида, окношка. Но да ладно. Так. Поместим сюда кровать. Вот так вот. И... И-и-и-и-и-и мы... Я бы на самом деле сделал здесь окошечко хоть какое-то. Прям просится оно. Прям просится окошечко. Прям просится. Но, к сожалению, тут не получится. Потому что тут... Вот такие вот ступеньки. Слишком маленький потолок. Да. Вот этого я все-таки пострадаю немножечко. Придется все демонтировать. Это все делаю. Таким вот образом. И спускаться заново. Ну ладно, ладно, ладно. Я придумаю что-нибудь. Мы, в принципе... Блин, почему нету стеклянных ступенек? Это было бы круто. Я отвечаю. Так. Ладно. Окей. Замутим наш обратно. И мы можем... Да. Почему бы и нет? Смотрите. Мы можем сделать крышу из стекла. Как вам идейка-то такая? Смотрите. Вот так. Вот так. Собирайся. Блок. Пожалуйста. Блок. Блок. Ты мне нужен. Дружище, не покидай меня. Нет. Дружище меня покинул. А ладно. У меня там снизу где-то было стекло. Еще и что-то всего. Немного. Я думаю, у меня побольше будет. Так. Да. Так. Так. Ну. Смотрите. Почти красиво. Да. И полностью это же стало. Но. Но пора. Пора переходить к нашим основным вещам. Да не может быть, что у меня так мало стекла. Ну ладно. Странно. Теперь мы вот отсюда можем сделать выезд, выход, проезд, переезд. К, получается, нашему водоемчику. Там маленькой лаврочке, бухточке. Я не знаю, что ей назвать. Мы. Я думаю, мы сделаем ее в форме моста. Как в форме моста. То есть. Вот так вот. Типа. Бррррр. И над прятником пойдет. Только что туда. Он вроде как не мешает. Для этого мне понадобится много дерева. Я хочу сделать дорогу, получается, из дерева. Ну как из дерева. То есть там будут знания рельсы. Но они будут как бы мостиком таким небольшим идти туда. Ну, то есть кто-то понял, наверное, идею. Потому что я сам ее до конца не понял. Но, надеюсь, кто-то понял. Вот так вот она будет идти. И я думаю, на такой высоте уже можно... можно вести дорогу вот так курицу не волнуйтесь ваше воздушное пространство не было задето не надо сбивать мои рельсы повторяю рельсы не сбивать так давайте что-нибудь из этого попробуем вот так мы положим это все дело допустим вот тут будет рельсина модная модная проводная рельсина вот так вот и чикины к сожалению придется замутить факел прям тут там работает вроде загорелось значит так не работает надо класть факел снизу курице мне очень жаль честно но придется забрать ваше личное пространство я извиняюсь но пространство забрать придется так-так-так-так что тут у нас значит вот такой вот выезд положим сюда рельсы вот таким вот образом и что у нас получается значит рельса должна доехать до сюда и тут должна быть такая вот рельсина модного типа и нам нужна кнопка кнопка делается вообще серьезно у меня нет у меня есть булыжник я уже думал я остался без булыжника проходив пол игры в пещере ага она из запеченного камня что ли делается кнопочка-то я что-то и подзапам подзапамят немножечко чуть-чуть так вот чуть-чуть-чуть-чуть так давай сотвори мне сотвори мне сотвори камень и вот она и при нажатии да все верно все у нас верно поставим сюда вагонетку и при нажатии на эту кнопку она должна поехать в далекие страны и края там я не знаю куда поедет на самом деле ну мы сделаем вот так вот и давайте попробуем экспериментальный за курец серьезно ты новая или выбралась я не знаю но в любом случае иди сюда иди сюда иди сюда да кс-кс кс-кс так что давай стой да ладно тебе что ж ты курец курец сюда кс-кс 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 что за эээ обратно пошли обратно фу фу обратно ой мне кажется я немножко переусердствовал ясно я понял свой косягу у меня побег из курятника ну да кто смотрел мультик можете поставить лайк если побег из курятника так ладно надо что-то придумать другое получается а то мой курятник убегает причем очень эффективно а давайте мы сделаем новый курятник взамен старого вот так вот и так что у нас получается так 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 нам надо активировать ээээм а давайте попробуем сделать вот так вот вот так вот и поставить факел ну куда вот так вот так вот сюда она не активируется да ну ясно так что активируется только под самим железным лай, только под самим рельсом сбоку не активируется плохо, плохо, плохо надо будет что-то придумать так что пробный выезд наш отменяется, я думаю что под такую шубную балладу нет смысла серию продолжать, поэтому я с твоим попрощаюсь и увидимся мы уже следующей серии, и скажу по секрету, если на этой серии наберется 5000 лайков то я выпущу новую серию сегодня вот прям, да, я обещаю так что, всем спасибо за просмотр удачи, до новых встреч надеюсь даже сегодня, всем пока-пока